Земель была захвачена Речью Посполитой. Украинский народ самоотверженно боролся против чужеземных поработителей за свою независимость. Отряды польской армии жестоко карали восставших, сжигали города и села, угоняли в рабство людей. Войска польских панов напутствовала католическая церковь. Иезуиты огнем и мечом хотели насадить на Украине католицизм, физически и духовно поработить украинцев. Благословляю оружие ваше, что огнем очистит от физмы Жечь Посполитую. Именем короля нашего, именем короля нашего, я объявляю внушение на сеть Запорожскую. От крепостной неволе и иноземного ига крестьяне бежали на сечь. Запорожская сечь была центром народно-освободительного движения. Из беглых крестьян образовалась огромная армия нереестрового казачества. Оружие запорожцы ковали сами и добывали в боях. Управляла сечь выбранными военачальниками. В 1648 году во главе Запорожской сечи стал Зиновий Богдан Хмельницкий. Готовясь к битве с захватчиками, Хмельницкий обратился за помощью к России. На сечь стали прибывать пушки, порох, продовольствие. Чтобы обеспечить тыл, Хмельницкий вынужден был заключить союз с Крымским ханом, оставив хану заложником своего сына Тимофея. Польский гетман Потоцкий, боясь распространения восстания, отправил часть войска под командованием своего сына Стефана на Запорожье. Польские отряды пытались уничтожить казачьи острожевые посты, чтобы напасть на сечь неожиданно. Польский гетман поцелу. 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 Но сигнальные костры вовремя оповестили сечь о приближении врагов. Собравшиеся под знамена Хмельницкого крестьяне, городская и казахская голодьба готовы были биться захватчиками до последнего. А зажиточные казаки и украинские феодалы устраивали заговоры. Мельницкий решил повести навстречу 30-тысячному польскому войску 8-тысячный отряд казаков, с четырьмя пушками и конница Тугай-Бея, присланную Крымским ханом. Под желтые воды на первый бой, а там будем гнать пановляхов с Украины до самой виллы! На правом берегу реки Желтой стал лагерем отряд поляков Стефана Потоцкого, направив жерло мощных пушек на запорожцев. У них по 50 пушек! Знаю, а у нас 8! Так трудно будет нам, Гетман! 50 пушек! Это сила! Выход один! Пойти кому-нибудь к ляхам в табор, будто случайно в плен попасть, и там под пытками показать, что вся конница нашей и татары не в этом лесу, а там. Вот тогда ляхи обязательно поставят большую часть пушек на тот лес. Ну, а мы ударим спиной и отрежем пушки. Этого ляити не сделают. Так пушки далеко не поставят. Поставят, и бог поставят. Так шо, посылай меня к милю Кляхавтавра. Ищевайте! Эх, и быть смеющий я! Сколько татар и казаков в лесу в засаде! Правду! Говори правду! Говори, хлоп! Говори, хлоп! Огнем его! Огнем! Я умираю. Правду говорю. Стар Сонгельсман! Лягкие пушки перетягивают и ставят на лес! Вечная слава казаку Туру! Я ко мне! Ты, Афанас, поведешь своих налево. Обойди вон там, залетай конницей и охвати тот угол. Доброе! Ты, богун, держись ближе к Средине и любой ценой отрежь пушки. Доброе! Ты, Максим... Я мог Средину. Доброе! Доброе! Помните, ждать помощи неоткуда. Здесь, с собой, никого кроме джуры сотни казаков не оставлю. Последний к бою! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В мастерске, применив тактику охвата противника с флангов, Богдан Хмельницкий отрезал полякам путь к отступлению. 6 мая 1648 года под Желтыми водами запорожцы разбили польский авангард. Решающим сражением была осада и взятие крепости Корсу. На штурм! На штурм! Давай, давай, давай! Огун! Да давай так, чтобы чертям строжила слава! КОНЕЦ 16 мая 1648 года под Корсунью Хмельницкий уничтожил главные силы польско-шлихетских войск. После разгрома поляки с трепетом ждали появления Богдана Хмельницкого под стенами Варшавы. Но Хмельницкий двинулся в Галичину, чтобы поддержать начавшееся там крестьянское движение. Несколько отрядов он послал на помощь восставшим в Белоруссию. Хмельницкий решил перезимовать с войском в Киеве. Здесь его ждали русской и польской послы. Ясно-вельможный король знает, что ты, Хмельницкий, как верный подданный короля, немедля приступишь к переговорам. За это его милость прощает тебе и войску твоему провины перед Жечью Посполитой. Прими знамя короля нашего и сберись. Прими. Прими. Мы премного утешены вашими победами и началом вызволения, алтыга-латыня. Прими грамоты его царского величества. В ней, государь наш, радостно ответствует тебе на твою грамоту и ему угодно ждать твоих послов в Москве. Гетман! Король с войском большим ворвался в Волынь! Мы отступаем! Молчи! Ай, Гетман! Король объявил Посполиторушение! Сегодня горит Волынь, а завтра войско короля будет здесь! И запылает Киев! Начинай по-иному разговаривать, Гетман, а то будет поздно! Будет поздно! К кому? К кому? А сегодня, дуно вашего короля! Сегодня! Сейчас! Без пушек иду на вас! Пушки достану в стари вашего короля! Выгоню вон всех князей и туков земли нашей! До Вислы вас буду гнать! Над Вислой стану и буду стоять день и ночь! Я скажу, сидите! Молчите! Если там зашумите, я вас и там достану! Вот идите и скажите об этом вашему королю! Стойте! Слушайте! Это встает Киев! Слово народу русскому! Брату нашему, что подал нам руку в борьбе страшной! Скоро день настанет! Соединится брат с братом! И не будет силы той, чтоб нас сломило! Весной 1649 года новая польская армия во главе с королем Яном Казимиром вероломно напала на Украину! Хмельницкий оттеснил армию короля, а затем наголову разгромил в августе того же года под Сборовым! Лишь из-за предательства крымского хана, не хотевшего усиления Хмельницкого, Богдан не пошел на Польшу, а подписал с поляками Сборовский мирный договор! Но в феврале 1651 года польское войско вновь напало на Украину! Главная битва произошла под Берестечком! Крымский хан, вынужденный союзник Мельницкого, не только предательски бежал с поля боя, но и насильственно увез с собой Богдана! Много запорожцев погибло в этом бою! Одновременно на Украину двинулось литовское войско под командованием Радзивилла. Литовцы дошли до Киева и захватили город. Хмельницкий вынужден был заключить с Панской Польшей тяжелый Белоцерковский договор, вернувший Украину почти к тому положению, в каком она находилась до 1648 года. Казацкий реестр был сокращен вдвое и насчитывал лишь 20 тысяч человек. Власть Хмельницкого ограничивалась киевским воеводством. Шесть лет непрерывных войн истощили Украину. Полное освобождение от польско-шлихетского гнета могло принести лишь объединение с могущественным русским государством. Великий гетман Украины, Зиновий Богдан Хмельницкий, все войско Запорожское, весь народ Украины просит объединить Украину с Великой Русью, Да вы жили мы в одной семье навеки. Весь земский собор порешил соединить родную нашу Украину с Великой Русью, как того народ Украины и гетман Хмельницкий просит. Слава Украине вольной! Слава вам, сестры и братья! Слава! Слава! Слава!